В Кустанай уже разработана и отправлена на экспертизу проектно-осметная документация на строительство двух общежитий при колледжах. Предварительная стоимость каждого проекта – почти полтора миллиарда тенге. Следующим этапом станет поиск инвестора. Сами же студенты и преподаватели учебных заведений с нетерпением ждут начала строительства. Сегодня в местах нуждается несколько сотен учащихся из разных районов и даже соседних областей. Анастасия Хвалина расскажет подробнее. В рамках третьей социальной инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Министерство образования и науки должно начать строительство новых студенческих общежитий не меньше, чем на 75 тысяч мест до 2022 года. В Кустанайской области будет построено пять общежитий. Два проекта реализует управление образованием при политехническом высшем и автодорожном колледже. На сегодняшний день разработана проектно-осметная документация, которая находится на государственной экспертизе. Срок выхода этой документации с экспертизы – юль-месяц. По завершению госэкспертизы будет готова проектно-осметная документация. На строительство этих двух общежитий в настоящее время мы ищем инвесторов. Мы приглашаем всех инвесторов, которые заинтересованы в строительстве общежития, принять участие. Финансирование будет проводиться финансовым центром Министерства образования и науки. Предварительная смертная стоимость работ каждого проекта составляет 1,4 млрд. В первый день приемной комиссии девятиклассники издают документы на такие востребованные сегодня рабочие специальности. В Кустанайском автодоре 94% студентов обучаются за счет государства. Учебное заведение – одно из крупных в области больше 1200 человек. Есть возможность получать стипендию. С появлением своего общежития условия станут еще лучше, ведь 48% учащихся иногородние. Нас, конечно, выручает то, что вокруг находится частный сектор и много людей, которые желают сдать свой дом или квартиру, комнату. И поэтому ребята выходят из положения. Но все-таки были времена, когда у нас были два общежития в советские времена. В тяжелые 90-е мы остались без общежития. И, конечно, проблема отсутствия общежития, она, наверное, ключевая сейчас в нашем колледже. Потому что колледж серьезно развивается, большая хорошая материально-техническая база. И желающие поступать из других регионов, даже из других областей. У нас учатся порядка 80 человек из Акмолинской области, Североказахстанской области. И общежитие нужно однозначно. Место для строительства уже выбрано. На заднем дворе свободно разместится девятиэтажное здание. В рабочем проекте предусмотрено все для студентов. Первый этаж – это, прежде всего, для наших маломобильных групп населения предназначенных. Инфраструктура, цокольные этажи, например, для хозяйственной инвентарии. Также сюда относятся и прачечные, и белевые, и так далее, и так далее. То есть это все рабочий проект. Дальше второй, третий, по девятый этаж у нас будет блочная система. То есть в одном блоке будет находиться двое студентов, это 13 квадратных метров. Сюда входит, в этом блоке у них будут свои санузлы будут. Также сюда входят тумбочки, компьютерные, маленький столик для кухни, то есть душевая. 500 мест общежития студенты обещают занять полностью. Осталось дождаться инвестора в целом же в планах обеспечить новыми местами больше 2000 учащихся по всей области.